Всем привет дорогие друзья подписчики, а также гости этого канала. Я бы тебя прибил, так говорят враждующие звезды друг к другу. В отличие от простых людей, звезды не очень-то свободны в выборе предпочтений. Им приходится играть с теми, кого порекомендовали специалисты по подбору актеров или устроители сборного концерта. Но некоторые войны идут много лет и не собираются прекращаться. Никиминаж и Мэрайя Кэрри. Продюсеры музыкального шоу «Американский идол» сильно ошиблись, поставив двух певиц судить конкурсантов. Минаж не смогла долго выносить ее чертово высочество Кэрри. Ей бесконечные ссоры были тайно записаны и показаны в интернете. После чего Ники призналась, будь у меня пистолет, я ее бы убила. Продюсеры шоу позже признали, что вражда действительно была. И виновата в ней оказалась вовсе не Минаж. В 2017 году Кэрри вспомнила об этом конфликте еще раз и заявила, что с Ники никогда не будет больше работать. Джордж Клуни и Дэвид О'Рассел. В 1997 году Клуни снимался в сериале «Скорая помощь». Его карьера быстро шла на взлет. В 1999 году он поругался с режиссером Дэвидом Расселом во время съемок фильма «Три короля». Он заявил, что Рассел постоянно унижал актеров и сотрудников съемочной группы. А после внезапного увольнения одного из них, бомба наконец взорвалась. Клуни подошел к Расселу, чтобы разобраться в ситуации, и их едва разняли. «Я схватил его за горло, был готов убить его на месте», рассказывал Джордж. Фильм был снят, но Клуни отказался работать с этим режиссером в дальнейшем. Рюс Уиллис и Кевин Смит В 2009 году режиссеру Смиту выпал шанс снять Уиллиса в фильме «Двойной капец». Это был первый фильм, сценарий которого написал Ник Кевин, но все пошло не так. Работа с Брюсом была невыносимой, признался режиссер. Брюс никак не облегчал съемки и даже не хотел сниматься для рекламного постера. Кроме того, его интересовали только деньги. Это не противозаконно. Если ты хочешь заработать, работай, но не хотел нормально работать. Чарли Шин и Сельма Блэр В 2013 году Сельма обиделась на Чарли и компанию Лайон Гейт из-за того, что ей пришлось покинуть сериал «Управление гневом». Она обвинила его в том, что актер постоянно забывает роль. Оказалось, что роль Сельмы не была рассчитана на все сезоны сериала, но после ссоры ее увольнение стало делом времени. Шин позвонил ей и не в печатных выражениях заставил уволиться. В 2017 году он сказал, что их отношения по-прежнему напряженные, но ему нравится смотреть на нее на экране. Билл Мюррей и Люси Лью Когда второй фильм «Ангелы Чарли» вышел на экраны, оказалось, что Мюрря туда не позвали. Пояснил, что он обижал Люси Лью во время съемок. После этого он отказался сниматься в продолжении, если Лью останется, и его заменили другим актером. Много лет спустя Билл сказал, что не любит работать с ней профессионалами. К тому же за время съемок он успел поругаться не только с Люси, но и с другими актерами. Шай Лабаф и Алик Болдуин В 2013 году актеры должны были сниматься вместе, но Лабаф был уволен из-за творческих разногласий и к тому приложил руку Болдуин. Шай заявил, что Алик тормозит его игру и плохо помнит текст, но уволили за это не Болдуина. Год спустя Лабаф признался, что пару раз преследовал бывшего партнера по фильму «До дома», что выглядело по меньшей мере странно. Том Харди и Шарлиз Тарон Проблемы между Харри и Тарон начались во время съемок продолжения фильма «Безумный Макс». Шарлиз жаловала, что Том мешает ей работать и преследует ее. Зои Кравис подтвердила, что отношения между актерами были напряженными, и всему виной слишком долгое нахождение в пустыне, где вели съемки. Все устали и чувствовали себя неважно. Полгода мы видели только песок. Несмотря на это, оба актера согласились играть в продолжение фильма, но его решили не снимать. Вот такое вот бывает в жизни, и даже звезды бывают очень сильно враждуют. Если вам понравился ролик, ставьте пальчики вверх. Если не подписаны на канал, подписывайтесь, ведь подписка вас ни к чему не обязывает. Также не забывайте нажимать на колокольчик. Всем удачи, счастья, любви. До новых встреч и пока-пока.